Мы начали уже конкурсы на участие в следующем календаре. Первый этап происходит сейчас голосование в интернете. Сейчас мы пока набираем полуфиналисток. Мне кажется, с 15 апреля мы будем выбирать как раз 10 финалисток, которые примут участие во втором сезоне реалити-шоу. И одна из них, соответственно, примет участие в календаре. Вывести даже 10 человек в Марокко на неделю, на две, может быть больше. Плюс техника, плюс ассистенты, команда, ну и, собственно, сам господин Кондрашин. Это сколько в деньгах? Ну, примерно. Можно очень легко все посчитать. Если идти стандартным путем, существуют суточные для разных видов стран. И приблизительно мы все понимаем, сколько стоит билет на самолет. И, ну, это плюс-минус 200-300 евро, если покупать в удачное время. За годи. Да. Паркции. И приблизительно мы понимаем, сколько стоит отель. Плюс-минус там 20-50 евро на человека. Вот. Можно там умножить одно на второе. Но хочу сказать, что в Марокко 10 человек мы не ездили в таком количестве туда. Что касается непосредственно Марокко, то это была поездка, которая совершилась, в принципе, практически без денег. У меня было 2000 латов на всю поездку. И мы в нее вписались. Правда, спасибо, на обратный путь не хватило денег. Вот. Но мне одолжили. Да. И вот как бы это реальные расходы. То есть мы ехали с командой из Риги на машине. То есть можно всегда найти какие-то варианты, чтобы не тратить там. То есть помимо того, что они богатые и знаменитые, и в принципе не очень хотят из-за второй причины сниматься обнаженными, и Кондрашин их уговаривает. Он их уговаривает еще практически студенческим вариантом на машине в бочке добраться до Марокко. Там, может быть, поснимаемся в пустыне или у водопада. Так и было, что касается Марокко. Потому что я встретил всех наших звезд великолепных. В Малаге, да? В Малаге. В Испании. От Испании до тарифа 150 километров мы пересекаем Гибралтар, по-моему, да? И попадаем в Африку. И вот от Испании до пустыни Мерзуга, приблизительно где-то я накрутил около 1000 километров. По Африке, в кемпере. В шестиместном кемпере нас было 8 человек. То есть мы конкретно нарушали правила дорожного движения. Кемпер, когда движется, в нем не работает кондиционер, как вы понимаете, да? И, соответственно, это была жара, да? И вот эти 8 человек, как селедки в банке, доехали до пустыни, вот до этой дюны, которая была практически уже на границе с Алжиром. И никто ни слова не сказал. То есть это больше суток. Африк был прав, садист, не иначе. Издевается над девушками. Я могу сказать, что на самом деле добавить, что мы не всем предлагаем. То есть мы примерно понимаем, поскольку Кондрашин же уже сказал, что за долгие годы работы не только фотографом, но и психологом, мы уже, видимо, научились выбирать тех известных женщин, которые при этом не испорчены славой. Соскучились по кемперу без кондиционера. Нет, которые просто не капризны. А что сидеть под кондиционером? И вот могу сказать, что это была наша замечательная певица Амбер, эстонская такая очень известная женщина Беатричи. Там она владелец модельного агентства, фэшн-дизайнер, художник и так далее, который ни много ни мало еще к нам уже 40 лет. И выдержала с честью. Татьяна из Риги присоединяется к нашей беседе. То ли про календарь хочется спросить, то ли поделиться мнением. Татьяна, говорите добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас. Я хотела спросить про календарь. И спросить действительно про эту девочку, которая оказывает помощь. Что там случилось. Я просто не сначала смотрела вашу передачу. Вчера редкое генетическое заболевание. Ребенку сегодня исполняется 9 месяцев. Можно окончательно диагностировать. Ближайшая клиника в Израиле находится. Не хватает уже меньше тысячи латов. Абсолютно осязаемая сумма. А куда можно перечислить таким образом? Ну вот, либо уже в архиве в интернете ищите данные мамы счета вчерашней программы, либо приходите к нам на ТВ-5 или С-17. А насчет календаря я хотела... Календарь будет ваш. Да, я поняла. Спасибо большое. Я хотела спросить такой вопросик задать. Женщин известных снимают. Вы знаете, у нас в Риге тоже есть такая небольшая сфера, ну, можно сказать, смешного шоу-бизнеса. Но танцовщица, девушка и стриптизерша. Почему их никто не снимает? Там же действительно есть интересные... Танцовщицы. Которые работают очень много лет. И очень действительно известные люди, да. И как они складывают свою жизнь, когда заканчивают уже в этой сфере работать. Тоже можно вот такой факт. Хорошо, Татьяна, понятно. Вопрос ваш принят. Контакты напишите, если что, еще хотите на мамикинсеттв5.лв по поводу девочки и вашего календаря. У нас короткая реклама, а сразу после нее про то, почему не снимают тех, кто танцует.